Если по-честному, абсолютно по-честному, Дробышевского, конечно, надо бы лишить кандидатской, ибо он не сдает кандидатский экзамен. Это раз. А во-вторых, критерий фальсифицированности ему нужен для кандидатской. Это два. Дробышевский. Про критерий Поппера. Эссе. Зачем математику нужна философия? Вы ученый, ваша деятельность носит практический характер. От философских и теоретических вопросов вы обычно отмахиваетесь и переводите все в практическую плоскость. Ну, вообще, деятельность ученого, она прежде всего теоретический характер носит. Практический характер носит деятельность, не знаю, какого-нибудь инженера, какого-нибудь доктора. Ну, что делает, собственно... Привет, Петрович. Привет, Петрович, да. Что делает, собственно, товарищ Дробышевский, как антрополог? На самом деле, он собирает факты, хотя, может, и не он сам собирает факты. Кто угодно может там собирать факты, допустим. А он берет эти факты все вместе. Нет, Сэмберга, ну, я слышал про него, но не читал. Соответственно, берет все эти факты вместе. И, соответственно, составляет какую-то теорию, в рамках которой он, ну, в общем-то, представляет вам свою работу непосредственно. Ну, например, я не знаю, какие-нибудь, не знаю, наши предки, наши далекие предки. Какие-нибудь любые наши далекие предки. В общем, окей, Настюшенька, хорошо. Занимались такой-то и такой-то деятельностью. Смотрим, соответствует ли это нашим предыдущим фактам. Вроде соответствует. Ну, и давайте теперь это фальсифицировать. Он придумает, как ученый фальсификатор еще сверху. И, по-хорошему, другие люди пытаются это фальсифицировать. Легендарная ваша потыкать палкой. Слушай, слушайте, он в теме. Как вы думаете, философия сегодня может хоть чем-то помочь? Ну, если бы наука только тыкала палкой, я думаю, ей бы уже никто не помог. Ну, она была бы обречена. Ученому. Так. Ну, с точки зрения философов, да. С точки зрения ученых я не видел таких примеров, честно говоря. Ну, почему, собственно, я так скептически-то и отношусь? Потому что я... Вполне, кстати, возможно, что сам Станислав Дробышевский никакой наукой в целом и не занимается. Ну, у него есть кандидатская степень, безусловно, но вполне возможно. Но если мы берем критерии Поппера, другие критерии науки. Вполне возможно, может оказаться, что Станислав вообще даже близко не ученый. Ну, вот просто человек, который там собирает данные, просто в грязи копается, например. Так. Как любой там кандидат наук, кандидатский минимум сдавал, да, по философии. Кайфач. Вот это да, кайфач. Говорит, почему я так скептически к философии, дескать, отношусь? Потому что я, как любой кандидат наук, сдавал кандидатский минимум, в частности, по философии, да? По философии науки причем. Ну, то есть он все, как это, все, так сказать, запоны прошел, всякую хитрость произошел, он все знает. Все знает. У меня родители, в конце концов, философы. Да, философы, научные атеисты, марксисты, отлично. То, что они там дома рассуждали на философские темы, но как-то, по крайней мере, книжки там на полках стояли. У меня в детстве книжки по философии дома стояли, мои родители философы. Ну, и папа меня вот тресер... У Дробышевского буквально магическое мышление. Ну, у него буквально магическое мышление, прям по их определению, так что тут как-то... И вы понимаете, у него знания в него впитались, потому что книжки на полках стояли. Он буквально... Он может буквально впитывать знания, не открывая книг. Главное, чтобы книги были рядом или стояли на... Главное, чтобы они не открывались, я думаю. В этом главная суть. Если книжка открыта, то уже могут проблем возникнуть. В полках... ...провал к этому кандидатскому минимуму, ну, как бы всю жизнь этим занимался. И вот все эти там... Папа его натаскивал к минимуму. Эти концепции меня там излагал, я конспектировал. Но в реальной деятельности ученой, как бы, да, и преподавательской в том числе... А чего он вообще... Храброво смотрели, да. А с чего он взял, что он занимается научной деятельностью, если он не занимается философией науки и не понимает, какие определения у науки вообще существуют, и как они работают, и по каким принципам они работают? С чего он вообще взял, что он ученый? В дипломе написано, ну, хороший критерий, ну, такой, правда, субъективный. Явно не объективный критерий. Как он отделит себя, как ученого, от, ну, вот, других там, неученых? Как он вообще науку от ненауки будет отделять? По какому критерию? По тому критерию, что ему, опять же, выдали корочку определенную. Ну, я напоминаю, что у нас научные корочки выдаются в том числе и теологам уже теперь. То есть, ввести критерии науки через академичность уже не работает, наверное. Ну, многие ученые не хотят. Не видал я каких-то применений. Ну, как, Станислав Владимирович, вам сказать, а вы слыхали про научный метод? Вот научный метод изучается не наукой. Да, у науки нет средств для того, чтобы изучать научный метод. И более того, для того, чтобы его разрабатывать. Более того, чтобы разрабатывать. Мы можем придумать какую-нибудь методологию, которая как будто бы вне философии. Можем. Просто что-то, что изучает научный метод, который уже сложился. Основная проблема для ученого будет заключаться в том, что придется когда-нибудь, где-нибудь разрабатывать новые... Не, в армии я не служил. Разрабатывать где-то какие-нибудь философские сначала, а потом уже научные методы, которые войдут в обиход и будут использоваться тем или иным способом. Конечно, сейчас Танислав Зарбышевский мог бы сказать, да не, мы ученые сами методы разрабатываем. Вот радиоуглеродное, там вот это вот все. Мы это все разработали. Но тут проблема заключается в том, что философы работают еще на уровень выше. То есть, да, философы не разрабатывают конкретные методы. Философы разрабатывают, считайте, группы методов. Ну, например, эмпирические методы. Вот была школа эмпиризма такая, вот от нее пошли эмпирические методы, были разработаны. Всякие индуктивные методы оттуда тоже полетели, и они там работали. А философии? Философия говорит, что такое наука, а что такое не наука. Ну да. И философия... Вопрос определенной области философии. Философия дает рекомендации и иногда прямые установки по применению этого метода. Ну, методы, да. В принципе, она может и дорабатывать общие методы научные, будущее или не будущее. Неважно, как мы понимаем науку, смотря как мы науку вообще понимаем. А мы можем понимать ее по-разному неожиданно. Я понимаю, что это очень сложно. Я понимаю, что это для многих очень сложно, да, там надо философию науки внимательно читать, много разных текстов, так просто это все не дается. Даже люди с философских факультетов это плохо осваивают. Это грустно. Мы смотрим Сандро Пантелеева, который смотрит как Дробышевский, отвечает какому-то полненькому дядьке. Я впервые его вижу, не знаю, как его зовут. То есть как, как вообще заниматься наукой? Когда? Ну, и да, допустим, вдруг мы думаем, что мы занимаемся наукой, а на самом деле нет. Прекрасный творец, это замечательно. Причем здесь Каргин. Как Каргин будет помогать Марготу? Вопрос, что он сможет сделать потом? Ничего пока что, метрическое лицо. Если хотите, можете задавать на что-то маленькое, у нас скоро аукцион начнется. Ну вот, то есть задним числом, это да. То есть мне вот какие-то там философы тоже говорили, вы там применяете метод там такой-то, я уж не помню, какой там, ну условно позитивизм. Допустим, да. Ну я от балды сейчас говорю, наверняка это не в тему, но не важно. Ну конечно. Зачем нам не от балды? Давай от балды сразу, чего уж тут. Ты же уже несколько лет все это пропагандируешь. Давай, давай, может как-нибудь организованно от этим. Не, давай от балды, да, да, давай от балды, хорошо. Ты же ученый, ученые должны от балды отвечать. Ну вот, но это они задним числом как бы выводили, что я его применяю. Мое поведение, да, можно классифицировать, и у философов хватает таких идей, концепций, да. А почему, Станислав Владимирович? Ну, кстати, наука приблизительно так же в данных вопросах работает. Мы можем что-то брать и задним числом классифицировать как? Все биологические виды так классифицированы вообще-то. Ну, то есть, мы не изначально получили знания о биологических видах, родах и так далее. Мы их долгое время постепенно разрабатывали, задним числом получается. Мы смотрели на животных, на их морфологию, анатомию и так далее, так далее, так далее. Я думаю, он это лучше меня знает. И постепенно выводили вот это вот, относится к какому-то царству, допустим. Кстати, раньше было царство минералов живых, потому что минералы, они постепенно нарастают под определенными, в общем-то, по определенным причинам. И ученым казалось, что вот это вот наращивание, это признак жизни. То есть, рост был одним из таких атрибутов жизни. И вот минералы тоже росли, и минералы тоже считались своеобразным таким живым царством. Но потом их оттуда выкинули, да, и дальше классификацию тоже постепенно разрабатывали. Тот же Линейн, например, и так далее. И многие другие люди вообще-то, он даже не первый, насколько я помню, был. И все это задним числом, а по-другому никак. Ну, есть еще и продуктивная деятельность. Вот ученый придумал метод, например, Фрэнсис Бэкон. Он предлагает вам в качестве метода пользоваться индукцией. Не вы ученые ее придумали, вас ученых вообще тогда еще не было. Но вот вам предоставили метод из философии. Рациональные методы, логику вам тоже предоставили из философии. Вот на, пользуйтесь. Вы ее взяли тоже задним числом, как бы себе так, опа, тоже взяли и использовали. Возможно, прекрасный творец. То есть, у философии есть здесь две функции. Описательная, она описывает науку и научные методы. И пытается объяснить, что такое наука и что такое не наука. Спокойной ночи, Адам, вам спасибо за заказ. Что такое наука и что такое не наука. Это первая функция, описательная. Вторая функция философии по отношению к науке, это продуцирование методологии. То есть, два направления философии науки, здесь таких фундаментальных, мы можем выделить. И они важны, безусловно важны. Без второго не было бы науки. Без первого мы бы не смогли отделить ученого от неученого. То есть, без описательного подхода, без попытки, как-то приветствую, Владимир, ответить, как-то разделить, не знаю, науку от ненауки. Это теоретическая, конечно, философская область. У нас бы не было никаких вот этих вот всяких вралов, которыми занимаются Станислав Дробышевский и Панчин. Это было бы абсолютно невозможно себе все это представить. А я, кстати, нифига не качаю прекрасно. В этом проблема. Если бы я качал, он был бы лучше. Так вот. Так вот. Соответственно. Ну и если бы мы не продуцировали новые методы философа общие, ну все, конец, никакой науки бы не возникло никогда. Печально, грустно. И более того, не возникали бы новые дисциплины по типу гуманитарных, общественных, социальных, там вот так далее, так далее, так далее. Психология бы не возникла. Почему вы применяете именно такой, как вы говорите, метод, а не другой? Наверное, потому что сама концепция науки сложилась до вас. В частности, с помощью философии. А тут проблема, кстати, я здесь не вполне соглашусь, Сандро. Проблема заключается в том, что изначально мы вообще не особо понимали, что такое наука. И у нас были очень разные слова, которые мы сейчас переводим словом наука. Например, в Греции мы под такими словами понимаем, например, какую-нибудь эпистему. Соотношение хорошее, прекрасно творится, я согласен. Прям вообще отличнейшее. Так вот, эпистема. Эпистема это просто знание, как бы, обычно, да, в среднем так можно переводить, даже лучше. Даже лучше было бы переводить это не как наука, а как некое знание. Вот. Причем довольно абстрактное знание. В Германии, например, долгое время под наукой понимался там Wissenschaft, соответственно. А понимание науки как science, оно возникло, ну, довольно поздно. И вообще, в принципе, для того, чтобы отделить науку от ненауки, мы это начали делать в 20 веке неожиданно. Ну, вот так вот, так вот основательно. Все попытки работы над философией науки до, там, я не знаю, 19 века уж точно, они были скорее довольно абстрактны. То есть еще в 17 веке, в 18 даже еще веке. Граница между философией и наукой, она не была настолько основательной, настолько жесткой. То есть у нас какой-нибудь там Лейбнец занимался достаточно большим спектром наук и одновременно был философом. Причем, скорее, его научные занятия были подчинены его философии. И, в принципе, это представитель некой такой, знаете, философской тенденции, школы. Ньютон тоже самое. Ньютон себя классифицировал как натурфилософ. Просто у него не было термина, который позволял бы ему сказать, что он суперученый какой-то, а все философы говно. Нет. Он просто был натурфилософом. И сам так себя называл, между прочим. То есть до определенного периода, какие, кстати, попытки были и что там появилось в 20 веке. Сейчас все объясню. Вообще, одна из первых таких попыток, она появилась скорее в 19 веке. Это прежде всего, ну, от учения Конта позитивизм. Когда мы начали определять каким-то образом философию, науку, резко отделять их друг от друга и так далее, и так далее, и так далее. То есть, наверное, Конт. Контианство. Не Кант, а Конт именно. Агюст Конт, французский мыслитель. Соответственно, все остальные попытки как-то работать с наукой и философией, они скорее сближали больше, чем отдаляли. Конт их начал отдалять друг от друга. А потом, уже в 20 веке, появились, во-первых, неопозитивисты. В общем, венский кружок и около того. И плюс к тому постпозитивисты, которые уже в 20 веке начали пытаться объяснять, что есть наука как таковая. И они работали исключительно с естественными науками. Прежде всего, их основная проблематика была сосредоточена на том, как бы сделать так, чтобы вот эти естественные науки, они получили единое смысловое, в общем-то, осмысление. Чтобы вы могли как-то на это все посмотреть, как с этим поработать. Не понял, Настюшенька. Не понял ваш вопрос. Странный вопрос. Не Кантов, а Контов, наверное. То есть, действительно, такие большие основательные проекты по философии науки, они появились в веке так просто в 20. И вы будете на философии науки прежде всего проходить те концепты, которые появились именно в 20 веке. Вы не будете изучать эпистему Аристотеля. Вы не будете изучать Витциншафт у Фихта, скорее всего. Может быть, упоминания и будут. Ну, просто не совсем про то. То есть, еще тот же Фихта, он довольно синкретично понимает многие науки. Ну, науки, не науки, Витциншафты вот эти вот. Он понимает довольно необычайно. И ввиду этого у него четкого критерия нет. И у него есть желание поместить философию вот в этот Витциншафт, чтобы у него там тоже было наукоучение полноценное. И все хорошо. А именно систематично, проплотно и жестко на науку подсели именно в 20 веке. Потому что вообще выявилась такая проблема, что вот мы используем слово наука, но мы его не понимаем. Каким-то образом, относительно спонтанно, за 16, 17, 18 век, синкретично, синкретично, синкретично. То есть, смотрите, есть такая вещь, как аналитика. Знаете, есть такая вещь, как аналитика, когда мы берем и все анализируем. Все разобрано по полочкам, по кирпичикам. Это не синкретично. Это противоположно синкретичному. А когда у нас все слито, не разобрано, и мы не понимаем, где что, такая большая мешанина, это синкретично называется. Вот, например, когда говорят, что у аборигенов каких-нибудь или первобытных людей было синкретичное мировоззрение, это значит, что они многие вещи не отделяли, не разделяли. У них все это было в спектре вообще единых таких тотальных представлений. Это синкретично называется. В данном случае с наукой та же самая проблема была. Это очень общее слово, которое долгое время пыталось устояться, проработать. Появились определенные группировки ученых, относительно ученых, которые сначала звались натурфилософами, потом постепенно перестали зваться натурфилософами, начали называть себя по-другому, по-разному. И постепенно начало вырабатываться понятие сайенс, то есть именно сайенс, наука. И до сих пор наука, по сайенс мы обычно понимаем, естественно, научное знание и правильно делаем. Не, не обязательно крепи утка. Не обязательно легенды, как у греков. Легенды, они в том числе, скорее считаются синкретичными. Хотя у греков они, скорее всего, уже немножко аналитичные. В том плане, что они разделены на разные, там, не знаю, отсеки, богов много, сложная мифология. Мы понимаем, что это бог Арес, понимаем, что это бог Афина. Все слишком сложно, еще и природа, отдельно фьюзис у нас появляется. У греков, скорее, не очень похоже на синкретичное мировоззрение. Синкретичное, это когда, ну, вообще, как бы, примитивно, когда мы, там, я не знаю, смотрим на молнию. Это для нас и бог, и бытие, и мир, и все одновременно. Причем слова бытие еще не было. Короче, это очень беспредметно и очень неаналитично, так скажем. А греки довольно аналитично. Можно ли интуицию относить к одному из инструментов синкретичного мышления? Мне такая идея нравится. Ну, нет, вряд ли. Есть интуитивизмы разные. То есть, вообще, понятие об интуиции, оно сложное. И интуиция не отрицает аналитики. То есть, некоторые понятия вообще, в принципе, интуитивны. Некоторые термины интуитивны, некоторые теории интуитивны. Но вот интуиция конкретно сама по себе, она скорее вот в современном мире уж точно вплетается во всю структуру... Ну, в общем, во всю структуру нашего познания, если мы интуитивисты. Если мы интуитивисты, мы редко отрицаем вообще все методы. Мы обычно говорим, что интуиция, она главная. Главный метод из интуиции уже, например, может аргументация исходить. Или еще что-нибудь похожее. И тут начинается аналитика как раз. Но вполне возможно, прекрасный творец, что какая-нибудь интуиция каких-нибудь древних людей, она действительно могла бы носить синкретичный характер. Это не исключено. То есть, это мы можем такое себе представить, по крайней мере. Я недостаточно компетентен, чтобы рассуждать об этих вопросах, но представить такое мы можем. И вот он как бы... И вы просто готовенькое, так сказать, используете. А вдруг это неправильно, Станислав Владимирович? Может быть, по-другому надо? Можно разложить. Но я это применяю не потому, что я прочитал про этот позитивизм, допустим. А потому, что прочитали те, кто учил... Да. В некоторых поколениях кто-то это прочитал, да. Тех, кто учил, тех, кто учил, тех, кто вас учил. И решил, буду-ка я позитивистом. Потому что я так вот, по факту я такой. А дальше меня можно уже классифицировать. Станислав Владимирович. Что значит, по факту я такой? А что означает, по факту я такой? Я не совсем понимаю, честно говоря. То есть, вы, Станислав, родились таким ученым сразу. Сразу, как говорится, из кандидатской. А кушерка сразу вот достает ребенка. А он держит в руках кандидатскую уже степень по антропологии. Он уже сразу со всеми убеждениями пришел в мир. Такой. Действительно, я такой, какой я есть. Не классифицируй меня, философ. Давайте, прекрасный творец, допустимый вариант. Вполне. Можем даже, хотя вам до меня ехать далеко. Но можно постримить даже как-нибудь. Вы вроде уже собирались. По факту вы такой. А, но вы заболели, я помню, вы заболели. Такой, потому что вы ни хрена не знаете. Если человек дружит с математикой, это поможет ему лучше подружиться с философией? Когда как? На самом деле, есть некоторые философские дискурсы, которые очень позитивно с математикой взаимодействуют. Достаточно значительная часть аналитической философии, которая близко к логике прилегает. Ну, по крайней мере, Рассела, Вайтхеда и многих таких классиков аналитической философии, это действительно поможет вам прочитать, честно. Это сильно поможет. С платонизмом, эпифагаризмом поможет разобраться математика, безусловно. Вот. А то в университете спросили, кто математик, типа, что вы тут делаете, и я так не подружилась. А, окей. Тут, в принципе, понимаете, философия-то, она может объяснять все с разных сторон, с разных позиций, и по-разному все это обрабатывать, и по-разному с этим взаимодействовать. Философия, она многообразная, и она может как включать математику, и любить математику, и лирить математику, так и ее, в принципе, критиковать в зависимости от учения, в зависимости от подхода, в зависимости от наших базовых подходов, интуиции, мнений и так далее, и так далее, и так далее. Все здесь довольно сложно, неоднозначно. Но изучение философии поможет вам понять вообще, какие позиции в мире есть, в том числе по отношению к математике, и, может быть, даже лучше понять вопросы, которые наши предки задавали Вот по вопросам математики той же. То есть в математике философия вам так или иначе как-нибудь поможет. Поможет лучше ее понять, поможет лучше ее разбирать, поможет лучше с ней взаимодействовать. Вот как математика поможет для философии? Ну, поможет для некоторых дискурсов. Есть дискурсы, которые не могут обойтись без математики, безусловно. Потому что вы, грубо говоря, хаваете то, что вам дают. Потому что вас так научили, а вы не задумывались никогда. Ну, это, кстати, действительно очень некритичная позиция для великого скептика. Кстати, да? Да, согласны? Согласны? Великий скептик, наверное, вряд ли мог бы так вот взять и сказать, ну, я такой, какой я есть, все хорошо. Правильно это, неправильно это. И все в таком духе. Ну, какой-нибудь там, не знаю, жираф тоже, он же там не хочет, чтобы у него была длинная шея, и он бы желал локацию. То есть, по мнению Дробышевского... То есть, он стал ученым, это приблизительно то же самое, что и шея у жирафа. Ну, да, для того, чтобы понять принципию математику, например, лучше знать математику, чтобы вообще разбирать и разбирать, потому что, ну, адекватный, здоровый, психический человек, который открывает принципию математику, не зная математики, ну, на том уровне, на котором ее знали Рассел и Уайтхот, они такие... И сразу закрывают ее после этого. Там чуваки на кучу страниц единицу доказывают, сложение доказывают, понимаете? Чтобы вы осознавали, там 1 плюс 1 равно 2, доказывается, сколько там, на кучу-кучу страниц. Из состоящих из формул, просто одни формулы. Он биологический позитивист, он родился позитивистом, отлично. Ну, понятно, что он аналогии здесь, конечно, имеет в виду, но аналогия предельно глупая. И что тут поделать? А мы теперь его классифицируем, как жираф от длинной шеи и живущую локацию. Да, при чем здесь жираф? С обратной стороной это работает. То есть, вы понимаете уровень вообще сравнения? Одно дело, какими методами пользуется человек, в какой системе он там работает, и, с другой стороны, жираф, почему у него длинная шея. Замечательно просто. Это практически были какие-то рекомендации философов, что вот если вы, ученые, будете делать так-то, то будет там хорошо. Ну, хороший заход был. Причем, по сути, всякие премии в РАЛ, всякие ученые против мифов, они чем занимаются? Они занимаются буквально философией. Да, они отделяют научное от ненаучного, они по критерию демаркации пытаются действовать, неожиданно. Ну, никакой в РАЛ не было бы без философии научной 20 века. Ну, может быть, и было бы, но просто это была бы еще более фанатичная и тупая организация, вообще бессмысленная. Это уже другой вопрос, конечно. Что является наукой? Ну, вот, в частности, премия в РАЛ, да? Они говорят, что является наукой, а что наукой не является. С помощью методов самой науки это вывести невозможно... Есть такая проблема. Ну, по крайней мере, ни одна наука пока что фактически этим не занимается. Жаль, 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 короче. Можно. Они этим занимаются. И при этом они не признают философии. Круто? Константин Узеров, он не просто не сторонник теории чистого листа, у него другой совершенно загон. Он считает, что тот образ мышления, который у него есть, он заложен в него биологически просто. Не просто он был... Мне кажется, это какой-то кринж был. Я думаю, он так даже не считает, потому что это антинаучно. Ну, это антибиологично даже. Это к вопросу о том, что у нас есть биолог. Если он действительно так считает, это пипец какое заблуждение. Ну, не заблуждение, но пипец какой спорный тезис на самом деле. Ну, я генетический скептик, что ли, тогда получается. Кстати, было бы прикольно. Было бы прикольно, если бы я был генетическим скептиком. Но вот отнюдь это не похоже на правду. Потому что я прошел слишком длительный путь. Если бы я его не прошел, я полагаю, я полагаю, я бы вообще другим человеком был. Не, не просто образ мышления. Образ мышления еще ладно. Он считает, что те методы, которые он принимает, он буквально с ними родился. То есть, я даже не знаю, с чем это сравнить. Ну, я надеюсь, что он просто оговорился. Я надеюсь, что... То есть, это какой-то максимальный абсурд просто. Если вы, ученые, будете делать так-то, то будет там хорошо. Ну, хороший заход был от этого товарища Поппера. Там вот эти правила, опять же, верифицируемости, что-то такое. Что-то такое. Но по факту и так все этим пользовались. То есть, он просто зафиксировал, что это... Кто? Кто все? Ну, я сейчас замечу, что Сандра не туда идет. Заметьте. Я сейчас замечу основную фишку Поппера. Ну, скорее всего, не все, конечно, этим пользовались. Но фальсифицируемость до Поппера имела место. Так скажем. И Поппер сам об этом активно пишет. То есть, Поппер пишет, что вот мы видим, что вот у Эйнштейна, что вот у Галилея, что вот у этих вот ребят, там вот у Дарвина. Когда они свои теории продвигали, они пытались их не столько доказывать, сколько опровергать. Вот у нас есть основные вехи развития науки. Это очень важные вехи развития науки. И, соответственно, вот как действовали одни из самых важных ученых. Не только доказывали свои тезисы, ибо доказывать довольно, ну, муторно, сложно. Индукция работает довольно, как бы, плохо. Ну, вы понимаете, индукция... То есть, индуктивное доказательство, оно довольно слабое, ввиду того, что индукция почти всегда неполная. Особенно, когда речь идет о самых общих физических, физиологических, там, биологических процессах, которые даже не видно собственными глазами. Индукция всегда будет работать в данном случае плохо. Ну, вот вы понимаете, невозможно, да, рассмотреть все клетки, которые существуют в мире. И более того, невозможно рассмотреть все клетки, которые могут существовать в мире. Чисто индуктивно у нас есть огромные ограничения по количеству исследуемых предметов. И мы всегда исследуем меньшую часть этих предметов, как ни странно. И ввиду этого индукция оказывается методом лишь вероятностным. И мы можем всегда ошибаться, когда используем индукцию. Поэтому Поппер предлагает, давайте делать немножко наоборот, не создавать индукцию постоянно, да, не набирать факты, и потом из них теории выводить, и потом, ууу, у нас крутые теории. А давайте, да, сначала мы вот эту штуку сделаем, сформулировали каким-то образом гипотезу, даже неважно, каким образом мы ее сформулировали, это уже ваше дело. Ну, вот наука все-таки формулирует их гипотетически через индукцию, но окей, хорошо. А потом их просто опровергать. Вашей теории должны быть опровергаемые элементы. Все. Если у вас нет опровергаемых элементов в теории, как эту теорию можно опровергнуть? Ну, все, до свидания, уходите. На самом деле, да, такое было. Просто проблема, наверное, заключается в том, проблема заключается в том, что ранее это не было так массово распространено. То есть, ранее не все ученые обязательно проводили фальсифицируемость. Ранее этого метода можно было просто взять и избежать. Все. И раньше этот метод не служил верифика... Демаркатором. Демаркатором, в общем, между наукой и ненаукой. Все. И это очень важное достижение. Да, люди действительно проводили фальсифицируемость, но то, что Поппер сделал это системным и сказал, мы теперь все, если мы ученые, должны фальсифицировать, это, ну, это акт, это философский акт. И если бы не он этого, возможно, бы не было. Кто все-то? Я тут один. Кто? Кто все? Есть. Вот, все теперь отстываются, что как будто когда он придумал... Причем самое интересное, что Поппер, он же с кем спорил? С третьей волной позитивистов, которые были... Неопозитивисты. ...фикционистами. Да? Да. Правильно сказал? Да, 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 да. То есть они буквально противоположные Попперу утверждали. Кто? Кто пользовался? Причем, стоп. Важный пункт, я замечу, я сейчас подтверждаю позицию Сандро. Смотрите, самый главный момент. Венский кружок, там, ну, наполовину или даже больше, состоял из передовых ученых, физиков, физиологов и так далее. То есть те люди, которых мы называем философы Венского кружка, они по преимуществу просто ученые, не считая некоторых. Ну, то есть вот реально там физики, физиологи и так далее, и так далее, и так далее. Что очень интересно на самом деле. Это к вопросу о том, как люди понимали науку. И действительно, действительно Сандро показывает правильный момент, во-первых, в истории философии. Но я на самом деле здесь акцентирую внимание на то, что это не просто какие-то рандомные философы, типа Поппера, припоперили туда такие, у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у, сказали какую-то хуйню, а потом Поппер сказал какую-то хуйню, история философии сложилась. Это были топовые ученые своего времени. Ну вот такая хуйня, малято. И это еще к тому, что у нас был такой персонаж, как вообще Маха, который вообще в шуе улетел непосредственно со своим империокритицизмом. Ну то есть, ну как в шуе? Ну как в шуе? Ну как в шуе? Все к психике с этим. Меня даже позиция Маха на самом деле больше как бы импонирует, чем многие другие позиции. Ну вот его сведение всего к психике, оно довольно подбивает многие каноны науки. То есть у него вообще очень смелые заходы были здесь. Он спорил с теми, кто противоположным методом пользовался. Проти-во-по-ло-жным. Ну да. Верификация это индукция, а фальсифицируемость это дедукция. Ну да, действительно, противоположный метод. Пользовались? Ну просто, чтобы усилить в данном случае аргументацию Сандра, я просто реально скажу, что это были ученые. Ну вообще, это просто были ученые. Группа ученых, которые... Кстати, ввиду того, что произошло, ну вот то, что произошло, так называемая научная революция, как угодно это можете называть, ну то есть теория Ньютона пала, и на ее место пришлось поставить теорию Эйнштейна. Это с одной стороны. С другой стороны, старые представления о биологии, там, про 6 тысяч лет всему нашему миру, про Бога, Творца и так далее, они тоже были неспровернуты Дарвином, и вот у нас началась очень тяжелый период в науке, потому что, ну, блядь, а что произошло? Что случилось? Все же было нормально, там, эмпирические исследования, что-то мы там проводили, 6 тысяч лет мир существует, Господь Бог нас всех создал, да, все нормально, и вроде бы мир по Ньютону функционировал, а тут какая-то планета ебучая между Меркурием и Солнцем, ее мы не смогли найти, а у Меркурия перегили, короче, сместился. Как это вообще возможно? По Ньютону этого нет, этого быть не может просто. Думали, что Ньютон абсолютно во всем прав, без каких-либо поправок. Вообще все было идеально, должно быть, да, по Ньютону. А потом оказалось, что вся теория Ньютона, по сути, она ложная. То есть люди думали, что теория Ньютона истина во всех положениях, не только как формула, которая в каком-то, да, в каком-то диапазоне что-то описывает, как это сейчас считается. То есть механика, она сейчас работает, но не как истина, а как описательная модель в определенном, в общем-то, в определенном масштабе, причем в определенном масштабе. За пределами определенного масштаба модель Ньютона не работает, и она не истина в конечном итоге. То есть, а раньше думали, что она истина, Раньше думали, что все нормально пашет. И вдруг у ученых кризис. Переход 19-го, конец 19-го, начало 20-го века, это период, когда ученые просто были немножко в шоке. Они ошибались все это время. По очень важным дисциплинам физика и биология, причем фундаментальным дисциплинам, были фундаментальнейшие заблуждения в науке. Просто бам! Ничего себе! Вот это фокус! И разные, в том числе ученые, например, Мах, например, я не знаю, да кто угодно, представители Венского кружка, еще какие-то люди, Понкаре, начали предлагать свои теории, что такое наука, как она работает. Это мы и называем философией науки неожиданно. Философию науки создавали те философы, которые были в среде ученых чаще всего. Да и сам Поппер, у него математическое образование, если я не ошибаюсь. То есть он тоже недалекий от науки человек, но просто он более канонический, как философ, скорее считается. А вот те ребята, они прям в исследованиях были, не только научных, не только исследованиях, связанных с демаркацией науки. У Поппера-то преимущественные исследования философские, многие. У него много именно философских книг. А там были ребята, которые работали над разными темами в естествознании вообще. И они такие, блядь, а что делать? А что, то, что мы делаем, это просто конвенция. Или может быть у нас есть какой-то критерий, чтобы отделить науку от ненауки. Ведь Ньютон обосрался, сам Ньютон обосрался. Там, не знаю, биологи до Дарвина обсирались все подряд. Все, короче, обосрались. Мы обосрались, ребят, мы обосрались, что делать? Мы думали, что мы не обосрались, мы думали, что великая наука, непобедимая, никаких вопросов нет. Что нам делать-то теперь? И это было куча-куча разных концепций, куча разных подходов. По-разному все это решали, вплоть до того, что, ну, наука это просто инструмент для того, чтобы практику добыть. Да, там все эти теории, это все чепуха на самом деле. Просто для практики. Да, такой инструменталист какой-то, не знаю, прагматистский такой появляется. Еще что-нибудь такое появляется. И у всех разные позиции, причем у самих же ученых. И это просто, просто невероятная каша из таких понятий, которые друг другу все противоречат. Каждый под наукой мнит что-то свое и так далее, и так далее, и так далее. Это реально просто очень интересный период для философии науки. И прежде всего, впереди были сами ученые, и мы их называем философами, потому что они именно что-то придумали. Кирошу, это есть. Потому что это были ученые, которые явно занимались не наукой. Понимаете, в чем дело? Они явно занимались не наукой, когда осмысляли науку. Поэтому мы выводим, что они философы. Все теперь стараются, что как будто, когда он придумал, все стали сказать, а вот Поппер сказал, а мы-то без него не догадывались. А на самом деле... Это и без него догадывались, понимаете. Кто? Ну, кто-то и догадывался. Галилей догадывался. Эйнштейн, скорее всего, догадывался. Некоторые физики догадывались. Но это не было так массово, и это не было закреплено в качестве обязательного метода для хотя бы естественных наук. Так что, ну, Поппер, ну, снимайте шляпу, он достоин. Станислав Владимирович, кто догадывался без Поппера? Кто конкретно, пожалуйста, имена, фамилии? Ну, теперь просто... Ну, я приведу просто примеры Галилея Эйнштейна. Они действительно проводили опыты, которые были похожи на фальсифицируемость. Ну, прям очень похожи. Вот вроде бы оно и было как раз. Просто можно, если кто-то от этого уходит, сказать, ты не по Попперу действуешь, да? И все, ну, елки, я ж не по Попперу, как бы, что ж я творю? Ну, вот, но вообще-то и до этого просто слово Поппер не звучало. Вот, и так говорили. Вот откуда Станислав Владимирович вообще это взял? Он книжки не читал просто, он их воспринимал умом. То есть он даже не может задуматься, что, может быть, он что-то не так говорит, может быть, все-таки этого не было, может быть, это... Он думает, что философы его обманывают просто. Когда они ему рассказывают, что они знают историю философии, в том числе историю философии науки, он немножко, это, ну, ладно. Было нововведением, неким открытием. Как ученый, как хореалист или... Несешь чушь какую-то, да? Вообще проверил, эксперимент поставь, опять же, там палка потыч. Ну вот. Блядь, он не знает, как фальсифицируемость работает. Сука. Мне больно. Мне больно. Мне больно осознавать, что кандидаты наук разных не знают, как работает фальсифицируемость. Ладно, журналисты. Журналисты, они как бы, у них альтернативные, одаренные классы, они могут не знать такого. Там социологи могут не знать, психологи могут не знать. Я разрешаю. Представители технических наук могут не знать. Математики могут не знать. Разрешаю математикам не знать, что такое фальсифицируемость. Представителям естественных наук запрещаю. Строго запрещаю не знать, что такое фальсифицируемость. Строго. Это не палкой потыкать. В любом случае. Ну, всегда приятно, когда есть некий штамп, который можно поставить. Еще раз, что там, палкой потычу. Вот. И так говорили. Что-то несешь чушь какую-то, да? Вообще проверил, эксперимент поставил. Кому говорили? Чего? Ёлки, я ж не по попперу. Как-то, что ж я творю? Ну, вообще-то, и до этого просто слово поппер не звучало. Вот. И так говорили. Что-то несешь чушь какую-то, да? Вообще проверил. Да, конечно. Раньше люди структурно формировали теории своих гипотез. А после в этих гипотезах всегда выделяли те элементы, которые были опровержимы обязательно. Да, конечно же, так и работало. А, нет, блядь. Есть же психоанализ. А, нет. Лол, сорян. То есть, ну, например, без поппера современная эмпирическая психология вообще бы существовать не могла. Я просто напоминаю, что на протяжении 20 века в психологии психоанализ начинает очень активно доминировать. И более-менее околонаучная, хоть как-то приближающаяся к науке психология, без этого, ну, без поппера, по крайней мере, она бы вообще была в ловушке. Психоанализа. Мы бы сейчас психоанализом все бы занимались. Вообще все бы угорали без исключения только по психоанализу. А психоанализ, он не фальсифицируем по попперу, по крайней мере. Ну, как-то так, ребят. Встречаем. Эксперимент поставь, опять же, там пока тыч. А-а-а, все ясно. Короче, он сейчас говорил про критерий поппера. Да, он не понимает, что такое фальсифицируемость. Это больно. Это реально больно слушать. Ну, может быть, он просто в говне ковыряется. Я не знаю, может, он за это кандидатскую получил, что его там в говно послали в пещеру. В этой пещере в говне поковырялся. Но ему фальсифицируемость не нужна, он поэтому не понимает, как она работает. Ну, блядь, печально. Потому что на самом деле в научных работах уровня, там, кандидата наук по естественным наукам, там есть просто критерии фальсифицируемости. Как вот то, что я предположил, как это опровергнуть. я не понимаю как человек может написать диссертацию кандидатскую не понимаешь что такое фальсифицируемость кандидатскую диссертацию по естественным наукам по математике может по журналистике может по филологии может даже по лингвистике скорее всего может не знаю как там у лингвистов но наверное по лингвистике тоже может ну и вот соответственно возникают вопросы возникают вопросы как как и представители естественных наук можно не знать что такое фальсифицируемость. Который, напомню, фальсифицируемость. Критерий фальсифицируемости. Поппер противопоставлял, как вы знаете, свой критерий фальсифицируемости к критерию верифицируемости. И Рыбышевский говорит про критерий Поппера, называя это критерием Поппера, говорит палкой по тычу. То есть он говорит про верифицируемость. Да. Ну, не совсем даже про верифицируемость. Проблема заключается в том, что для того, чтобы верифицировать что-то, верификация, она заключается в том, что мы даем единичным событиям единичные названия. А потом складываем эти названия в предложения, из единичных атомарных предложений складываем теории. И получается большая стройная структура, где все соответствует фактам, которые мы обнаружили. То есть мы выделяем четкие факты, обозначаем их четкими словами, из этих слов соединяем атомарные предложения, атомарные предложения соединяем в большие предложения, получается большая теория. В общем, как-то вот так верифицировать сработает весь процесс. То есть это еще даже под палкой потыкать, это вообще ничего, ну, это даже близко не научный метод, это даже близко не верификация, не фальсифицируемость, и вообще ничего. Это вообще ничто пока что на самом деле. Станислав Поппер говорил про фальсифицируемость. Палкой потыть, это про верифицируемость. Не, ну в конечном итоге да, но для того, чтобы потыкать палкой, ну вот потылка палкой, вот назвал палка, тыкать, палка, тыкать, говно. Палка, тыкать, говно, я потыкал палкой в говно. Вот у нас получилось предложение. Я потыкал палкой во второе говно, я потыкал палкой в третье говно, я потылкой палкой в четвертое говно, меня посадили в дурку. Ладно, прошу прощения. Может быть, Настешенька, может быть, есть отдельные элементы у лингвистики, которые косят под естественные науки, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, особенно, если там есть какие-то массовые, особенно очень общие теории, теорию языка, допустим, вообще, или теорию коммуникации вообще, можно попробовать и фальсифицировать. Чем более общая теория, тем критерии фальсифицируемости больше подходят под то или иное. В принципе. То есть, в принципе, может быть, там это можно использовать. С другой стороны, иногда я слышу от специалистов, от ученых, когда они используют критерии фальсифицируемости, ну просто так, они даже не понимают, как он работает и к чему он применяется. Я просто заранее напоминаю людям, что фальсифицируемость не работает, если у вас теории нет. Особенно лучше побольше теория, такая более массовая, больше фактов в себя выбирает, больше всего объясняет. И тогда фальсифицируемость только и начинает у вас как-то работать. Если вы теорию можете подтвердить вот так вот по щелчку, там двумя фактами, но это уже не теория, которую можно фальсифицировать. И она по критерию Поппера вряд ли будет научной. Типа Дробышевский даже не понимает, что это такое. Причем, как он сказал, он сдавал кандидатский минимум, типа он это знает. И причем он под методом, ой, под критерием Поппера просто противоположную сейчас вещь назвал под этим именем. Отлично. Но даже сейчас, я еще кое-что добавлю, не просто противоположную, такую противоположную, что она еще не дошла до уровня метода верификации. То есть он не просто назвал потыкать палкой, как верификатор, он просто даже еще не добрался близко к этому. Там еще с языком надо поработать определенным образом и начать соединять в теорию все индуктивно. То есть должна быть индукция определенного рода. И для того, чтобы индукция была правильной, нужна правильная работа с языком. Вот. Ну, всегда приятно, когда есть некий штамп, который можно поставить, вот там Поппер, как бы, да. Ну, звучит красиво. Олеган. Вот так вот. Вы понимаете? Не зря наш товарищ и друг Александр Шадов с канала «Восьминог бесконечности» говорит, что у Дробышевского и Панчина можно отобрать кандидатские степени. Причем официально отобрать. Ну, официально вряд ли получится, кстати. Ну, хотя хрен его знает. Слушайте. Слушайте, человек не понимает, что это фальсифицируемость. У него в кандидатской диссертации должны быть материалы, по которым он это, ну, как бы должен был проводить фальсифицируемость. Он не сможет провести, он не может провести фальсифицируемость, потому что не знает, что это такое. Отнять и поделить. Да, Настюша. Ну вот, кандидатские степени, потому что они на самом деле бы не сдали кандидатский минимум по философии. Потому что Дробышевский сейчас просто, ну... Но философия науки, вот вы, когда придете на философию науки, мы-то философы, может, и побольше там поизучаем, но вы, когда придете на философию науки, вы будете изучать верификацию и фальсифицируемость. Все. Конец. Конец. Может быть и не конец, если у вас преподаватель получше, там еще что-нибудь может быть отдельное изучите, может там в Холтона пойдете, может в Фейраббент, Локатес, наверное, будет, Кун будет. Короче, ну, абсолютно стандарт это верификация, фальсифицируемость, Кун, парадигмы. Вот если вы этого не знаете, ну, блин, слушайте, это детский сад просто, с вами не о чем по философии науки даже разговаривать. Ну, вы представлений никаких не имеете по данной теме. Вы даже не понимаете, с чем вы спорите. Выяснилось, что он не понимает, что такое критерий фальсифицируемости. Интересно, да. То есть, действительно, у него можно отобрать кандидатскую степень? Ну, вряд ли прям отобрать, но по-хорошему, да, надо бы, надо бы, надо бы, но, бля, к сожалению, технически вряд ли получится. Просто люди посмотрят на его работу, работа, наверное, выполнена формально неплохо, и на этом все остановятся. По чесноку, по-честному, по-честному, да, по-честному, надо было бы отобрать. По крайней мере, потому что форсим лишение его кандидатской. Да не получится, у него, наверное, нормальная работа сделана, может быть, его научный руководитель хорошо подсуетился, или еще что-нибудь сделал, там, может быть, он ему помог. То есть, потому что он говорит в интернете, отобрать кандидатскую все же невозможно. Да, что за мода пошла кандидатские отбирать, есть такой браузер. Но если по-честному, это я ввел это в моду, и теперь у меня отберут кандидатскую. Но если по-честному, абсолютно по-честному, Дробышевского, конечно, надо бы лишить кандидатской, ибо он не сдает кандидатский экзамен. Это раз. А во-вторых, критерий фальсифицируемости ему нужен для кандидатской. Это два. Если он не понимает, что такое фальсифицируемость, он, значит, не может ее провести самостоятельно. Если он не может провести ее самостоятельно, значит, он не может написать кандидатскую работу. Если он не может написать кандидатскую работу, ну, написал ее правильно, значит, кто-то за него писал кандидатскую работу. Логично? Логично. Правда, это все равно в ДИС-совете вряд ли сработает, и Дробышевский очень, очень, очень мощный дядька, Это в том плане, что он авторитетный, у него знакомых много. Но не отберут у него, ни при каких условиях у него не отберут эту работу. Что бы мы там не нашли. Даже если у него будет написано, что человек появился от ебли обезьяны и слона, там все равно его оставят, скорее всего. То есть, я думаю, вообще бесполезно отбирать работы, в том плане, что это крайне трудно. Надо прямо ошибки искать в его диссертации. Я не уверен, что смогу найти ошибки именно в его диссертации, поэтому ничего не будет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok